Как обновить прошивку на Redmi 3 Pro? Да очень просто. Конечно же нам понадобится телефон Xiaomi Redmi 3 Pro, желательно с разблокированным загрузчиком. О том, как послать заявку на разблокировку и разблокировать сам загрузчик Xiaomi Redmi 3 Pro, я рассказывал в одном из своих недавних видео. И конечно же у вас должен быть установлен модифицированный рековерий, так как весь процесс прошивки будет проходить именно через него. Теперь нам необходимо зайти в модифицированный рековерий нашего телефона. Для этого на выключенном телефоне зажимаем последовательно клавиши кнопка громкость вниз, громкость вверх и кнопочка питания. Удерживаем все эти три кнопки до легкого вибрирования и появления на экране белого логотипа Mi. После этого кнопочки можно отпустить и дождаться загрузки модифицированного рековерий. Я использую рековерий от Peter 23, версия 3.0.2.2. На мой взгляд это самая удачная модифицированная рековерий для телефона Redmi 3 Pro. После того как рековерий загрузился, сделайте в нем очистку вашего устройства. Это необходимо для подготовки установки нового обновления. Итак, в меню очистки ТВРП отмечаем галочками 4 пункта. Data, System и 2 пункта кэша. Это необходимо, чтобы обновление встало корректно. После того как вы отметили эти 4 пункта, слайдом вправо запустите процесс очистки. Далее, для закрепления всех сделанных изменений, перегрузите ваше устройство прямо из ТВРП снова в рековерий. Итак, имеем Redmi 3 Pro с разблокированным загрузчиком, с установленным модифицированным рековерий. Мы уже скачали новую прошивку, которая предназначена для установки именно через рековерий, и залили ее на внутреннюю память телефона. Естественно, что перед процессом обновления прошивки необходимо сделать бэкап всех ваших данных. Как и с помощью средств бэкапа самого Милые, так и с помощью средств бэкапа модифицированного рековерий ТВРП. Это надо делать при любых операциях, затрагивающих прошивку. Вот теперь можно переходить уже к процессу установки самой прошивки. Заходим в меню «Установка». Затем выбираете ZIP-архив с вашей обновленной прошивкой. И слайдом вправо запускаете процесс обновления прошивки. Какое-то время можете понаблюдать за тем, как ваш телефон обновляется. Наконец, процесс обновления прошивки завершился. Субтитры создавал DimaTorzok «Установка» После окончания процесса прошивки необходимо очистить кэш. После всех этих действий можете поставить необходимые архивы и обновления, которые вы ставите обычно поверх своей прошивки. А можете просто пропустить это действие. По окончании всех обновлений прямо из ТВРП перегружаетесь в систему. Первая загрузка системы после обновления занимает достаточно долгое время, поэтому наберитесь терпения и подождите, пока обновленная система не загрузится. После загрузки обновленной системы необходимо провести первичную настройку, такую, как вы делали после покупки телефона. Необходимо будет выбрать ваш язык, настройки сетевых подключений, настройки сим-карт, синхронизацию с облаком и так далее. Все стандартные функции. Я при обновлении прошивки всегда ставлю Zeus Patch. Он позволяет установить красивые иконки, дополнительные приложения, локскрины, обои для рабочего стола и прочие элементы интерфейса и удобные программы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После загрузки обновленной прошивки вы можете восстановить из бэкапа MIUI все ваши данные, которые вы туда сохранили, данные рабочего стола, данные приложений, а также сами приложения, которыми вы чаще всего пользуетесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также неплохо будет проверить работоспособность всех приложений, работоспособность самой операционки, для того, чтобы вовремя заметить какие-то ошибки и повторить процесс обновления прошивки заново, если что-то пошло не так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но обычно все проходит удачно и можно наслаждаться обновленным телефоном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА